Здравствуйте, дорогие друзья! Это Вадим Субботин. Сегодня мы с вами поговорим еще раз о грин-картах, лотереях по грин-карте. Тут такая ситуация, что человек меня спрашивал, да и сам я вот вчера работал, заполнял анкеты одной семье, и реально были проблемы с сайтом, то есть сайт постоянно сбрасывал, сбрасывал. То есть я заполнял анкету, он опять сбрасывает. Я где-то, наверное, может быть, часа три заполнял одной семье анкеты, я не мог заполнить, я не мог, не понимал, что происходит, то есть какая-то ерунда. Сайт постоянно меня выкидывал, выдавал какую-то ошибку, это было реально напряжно, и я позвонил одному знакомому айтишнику, который меня проконсультировал по данному вопросу. Дело в том, что когда мы заходим, когда мы заходим на сайт, да, у нас здесь вот в поисковой строке, в поисковой строке каждый раз, когда мы начинаем заполнять новую заявку, нам сервер сдает уникальную сессию, да, то есть уникальную процедуру заполнения. И вот в поисковой строке, вот как раз это и есть наша уникальная сессия. Поэтому здесь вот есть уникальный идентификатор, да, который, он как бы будет меняться по окончании заполнения этой сессии, то есть когда вы заполнили анкету полностью, он поменялся, и нужно обновить страницу, обновить, и достаточно просто нажать кнопку F5 и подождать какое-то время. 5 секунд. Если у вас страница не будет обновляться, то нужно сделать эту процедуру, может быть, 3-5 раз, и вот на 5-6 раз точно она у вас обновится, и вы сможете заполнить анкету. Я думаю, что это, скорее всего, страховка сервера от спамов, от всяких разных компаний, фирм, которые заполняют анкеты массово, да, то есть, и, наверное, я думаю, что это связано именно с этим. Обычно для одного сервера, для одного, так сказать, компьютера, это достаточно. Одна семья может заполнить. Ну, в общем, с таким траблом мы вчера столкнулись, и реально было, я думал, все, там завис сайт, и меня попросили люди помочь, и я не могу, там, семья из трех человек, и я не мог заполнить анкету, реально. Ну, давайте попробуем еще раз, попробуем еще раз рандомные фотки подгрузить, возможно, опять будет зависать. Сейчас посмотрим, так, у нас green card, забиваем green card lottery, заходим, первый сайт у нас выдает, да, первую страничку, да, опять мы попали на сайт, инструкции, кто хочет читать, фотографии, чтобы отправить вам нужную фотографию, и заполним анкету. Ну, у меня там две фотографии, давайте их вначале, кто не видел, мы еще раз это сделаем, сделаем еще раз, пройдем этот процесс, быстренько ожидает ответ. Кстати, осталось сегодня 2 ноября, и осталось вам 4 дня, да, заполнить анкету, потом уже все, вы не сможете, так, поэтому, кто еще не успел, тот, у того есть еще время. Так, здесь у нас страница с фотографиями, объяснениями, да, как нужно делать фотографии, мы заходим в photo tool, здесь мы должны обрезать и сохранить нашу фотографию, так, здесь у нас как раз наш инструмент, который нам поможет, выбираем фотографию, через photo, так, ну вот у меня здесь есть один человечек, так, подводим, подводим, да, правильно, эту фотографию, и вот как раз, как раз то, что нужно, так, да, все нормально, обрезаем, фиксируем и сохраняем фотографию, сохраняем фотографию на рабочий стол, теперь возвращаемся обратно и начинаем заполнять анкету, начинаем заполнять анкету, так, ну, давайте какую-нибудь, любую Сидоров, Иван Иваныч, она тоже есть, mail, день, допустим, пускай будет 9, 9, допустим, 1975, страна, пускай будет Питер, то есть город Питер, страна у нас Russia, так, Russia, наша Russia, так, здесь шестой пункт, опять я говорил, да, если мы родились в той стране и гражданство у нас этой же страны, то нам здесь ничего не нужно заполнять, просто пропускаем этот пункт, если живем гражданство в Украину, то надо будет поставить новый, выберите Украину, например, дальше фотографию, выбираем фотографию, так, вот у нас именно обрезанная уже фотография готовая, да, не грузите, если вам фотограф прислал фотографию на почту, нельзя необработанную фотографию подгружать сюда, вам анкету не засчитают, поэтому обязательно нужно обработать фотографию, обрезать ее, сохранить на рабочем столе, после этого только заполнять анкету, если вы это не сделали, не сделали так, то анкета будет недействительно запомнить. Так, дальше у нас, ну, допустим, стрит, пускай это будет Москва стрит, Московская улица, хотя лучше писать названия, как они есть, да, то есть, как они есть, можете в Википедии проверить, в Google переводчики забить и проверить, ну, как они есть на самом деле. Москва стрит, хаус, допустим, 12, флэт, квартира 6, например, Санкт-Петербург, так, Санкт-Петербург, так, дальше город, там район, дистрикт, питерский какой-нибудь, Санкт-Петербург, дистрикт, район, любой поставим, рандомный индекс, страна у нас Russia, where you live today, где мы живем сегодня, ну, например, Франс, с примером, Франция, номер телефона, а вот номер телефона здесь, я вот кого-то не помню, Франция, это ладно, давайте пускай будет Russia оставим, так, как есть, так, а здесь, например, плюс 7, 926, 32, 32, 33, 32, ну, пускай так, просто, да, так, дальше, email, ну, например, вот так вот, собака, mail.ru, например, дальше, d.oo, так, собака, mail.ru, так, забываем, дальше, ну, например, тут, да, опять же, у нас образование, например, у него, вот, начальную школу, да, 4 класса допускается, вчера меня один парень из Таджикистана спрашивал, а если у него школа, и он всего 4 класса учился, да, можно, primary school без проблем, то есть, если у вас выходили в школу 4 класса, и больше вы там не были, то есть, работать сразу пошли, а там, не знаю, не было времени, то primary school only подходит, так, дальше, ну, например, не жена, чтобы нам не выполнять дополнительные анкеты на детей, на, да, и, ну, можно здесь ничего не писать, просто можно 0 поставить, можно не писать ничего, продолжаем, 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 здесь, видите, все нормально, то есть, как бы, все прошло, пока все прошло, да, проверяем анкету, да, проверяем анкету, все ли правильно, и подтверждаем, success, успех, то есть, в принципе, человек зарегистрировался, вот, ему выдали номер, все нормально, данные есть, подгрузились, это все надо будет скопировать и сохранить, когда вы будете делать, потом в мае проверите ваш номер, да, вот он здесь, этот номер, confirmation number, который будете проверять. Вчера были реальные проблемы, то есть, реальные были проблемы с загрузкой, и люди, ну, несколько человек, мои знакомые, мне говорили о том, что были проблемы, то есть, сайт зависал, реально зависал, и я не знаю, что с ним происходило, поэтому, вот, если у вас такая будет проблема, то нужно будет при ошибке, если вам выдаст ошибку здесь, вот, после того, как вы подтвердили ваши данные, и выдаст вам ошибку, то нужно что сделать, нужно нажать F5 и подождать, ну, 5-10 секунд, потом еще раз нажать F5, то есть, нажимаете несколько раз F5, на пятый раз, ну, третий, максимум пятый раз, да, страница уже появится, то есть, нужная страница вам появится, и можете дальше спокойно продолжать заполнение, то есть, никаких проблем у вас не будет. В этом, то есть, дело в том, что у вас просто здесь нужно обновить страницу, все, и сайт не будет зависать. Все, я желаю вам удачи, друзья, надеюсь, вам мое видео поможет, и все, вы сможете, успеете заполнить анкету, желаю вам удачи, победить, да, и уехать в США. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, если не понравилось, если, да, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Пока.